Самую гламурную кошку Ненецкого округа выбрали в Наринмаре. Выставка, приуроченная ко Всемирному дню котов, прошла в выставочном зале Дворца культуры Арктика 2 марта. Участниками акции стало 21 кошка. Кроме того, в рамках мероприятия состоялось дефиле в образе кошки и прошли разнообразные мастер-классы по изготовлению сувениров с изображением этого домашнего животного. В экспозиционном зале, где представлены главные участники мероприятия кошки, просто не пройти. Около двух тысяч нальинмарцев стали посетителями выставки. И хоть у каждой корзинки рядом с именем конкурсанта специальный знак, гладить запрещено, устоять перед соблазном и запустить руку в пушистую шерстку не могут даже взрослые. Породистые, беспородные, бесконечно любимые своими хозяевами кошки, утомленные повышенным вниманием к своим великолепным персонам. Какое впечатление! Полуторагодовалый мейн-кун шок на выставке вместе с сыном. Колоссальный размер и кроткий нрав. Хозяева обожают своего серого гиганта за ум и ласку. Мы очень долго планировали вообще завести кота. И мы увидели такого, как он. И поэтому наш выбор остановился на мейн-кунах. На таких вот больших хватах. Поэтому мы решили взять мейн-кунах. Два экзотических друга Сфинкс Дэймон и Ориентал Феникс пришли на выставку с хозяйкой. Необычная внешность вкупе с избыточной лаской – вот что подкупают в этих породах, говорит хозяйка необычных пареньков. Ну не знаю, просто понравились. Очень мега ласковые. Шерсти от них немного. Поэтому так красиво жить. Бенгальская кошка Перис со своим маленьким хозяином Артемом тоже решили выйти в свет. Артем уверен, его любимицы нет равных. Она купается, она ползает по стенам, по перилам. А это Рэмбо. Внешне котик очень похож на дикую рысь, но сердце у него золотое, уверена хозяйка. Рэмбо – пикси-боб. Единственный кот такой породы во всей Архангельской области. Это пикси-боб. И в переводе – короткохвостый эльф. Это американская порода. Еще ее называют кошкой Кемингуэя. По преданию, именно такой породы кошка была у Эрнеста Кемингуэя. И он написал свой знаменитый рассказ «Кошка под дождем». Всего в конкурсе кошачьей красоты 21 участник. Желающих показать своего питомца публике, конечно, было бы больше, но в условиях конкурса строгие правила. Сопряжено с такой трудностью, что кошечки все должны быть обязательно привиты. У всех должен быть выдержан срок прививок. Поэтому желающих было много, но участвовать могли лишь те, кто подошли к нам по ветеринарному паспорту и были соблюдены все прививочки. Победители определяли зрители. Каждому посетителю при входе выдавался специальный жетон «Голос», который надо было упустить в корзину понравившегося участника. 125 жетонов больше всего получила кошка Мадина. Каждому пушистому участнику конкурса была присвоена индивидуальная номинация, вручен диплом и приз. Также в рамках мероприятия были организованы мастер-классы. Все желающие могли сделать себе кошачий сувенир. Бумага – это доступный материал, который всегда есть дома. И можно в любое время сделать. Идете в поликлинику, квадрат захватили, ребенок занят и не балуется. Поездку, поезд, везде. И очень доступно, и очень полезно. Развиваются мышцы, ум развивается у ребенка. Я думаю, и занятно, и интересно. Из простого квадрата сделать чудо. Участник этого мастер-класса Ратмир сделал себе необычного кота. Теперь хочет, чтобы родители воплотили его мечту в реальность. У меня котик по породе пушистик. По породе пушистик? Да. Скажи, что ты ему нарисовал? Что там у него? У него зеленые глаза, они у него светятся. Я его разокрасывал разными цветами. Коричневым, черным тут, золотым, синим и салатовым. И в завершении мероприятия конкурс дефиле костюмов в образе кошки. Его участниками стали более 30 детей. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север.